На этой неделе в Харькове в рамках антитеррористической спецоперации силовики провели ряд задержаний пророссийских активистов. Среди них боевик из организации «Оплот» и сторонница самопровозглашенной республики. Мужчина воевал на стороне так называемой ДНР, а женщина передавала спецподразделениям ДНР данные о перемещении украинских войск и техники. Повысили меры безопасности в городе после очередного теракта. Взрыв произошел в 18.50 на выходе из Московского районного суда. Взрывное устройство сработало, когда люди покидали территорию. В результате взрыва пострадали 13 человек. Всех доставили в медучреждение Харькова. Среди них и 19-летняя Анна Соколова. В больницу скорой помощи девушка поступила в тяжелом состоянии. Тут все болит. Тут шов, тут шов, тут, тут. Ну и сзади полностью нога в швах. Анна уже перенесла одну операцию. В ноге до сих пор остаются мелкие осколки. Уже пятый день девушка не встает с больничной койки. При взрыве получила ранение обеих ног. Левая нога проникающая, вылетела, но кость не задела. В правую ногу есть осколочная и бедренную кость попала гайка. Вытянули, все нормально. Но, правда, кости, там кусочка кости нет, будет зарастать как-нибудь. Анна Соколова – участница заседания, которое рассматривали в день теракта в суде и дочь подсудимого. Евромайдановцу-участнику АТО Михаилу Соколову инкриминировали незаконное хранение оружия. Поддержать его пришли не только родные и близкие, а и активисты правого сектора. Как считают пострадавшие, взрыв был направлен именно на членов движения. В милиции установили, что сработало самодельное взрывное устройство на дистанционном управлении. ЧП квалифицировали как теракт. Ведется следствие. Грамотный, успешный адвокат с многолетним опытом. Порядочный и жизнерадостный человек. Так коллеги вспоминают об Александре Грузкове. Он был членом областной коллегии адвокатов, а также бывшим следователем Дзержинского райотдела. Оттуда был уволен по негативным мотивам. Из неофициальных источников известно, что Грузков дружил с экс-прокурором области Василием Синчуком. Жизнь 52-летнего адвоката оборвалась в минувший понедельник. Возле своего дома в центре Харькова Грузкова застрелили неизвестные. На убийство на бытовой почве или с хулиганских побуждений это явно не похоже. Он принимал участие в различных делах, в том числе и в уголовных, и принимал довольно-таки успешно. Коллеги Грузкова убийство связывают с его профессиональной деятельностью. Не исключают, что мотивом могло стать одно из резонансных уголовных дел, которые Александр вёл в последнее время. Следствие же рассматривает несколько версий. В милиции открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Абсолютно не наша вина, что некогда уважаемый нами желто-блокитный флаг Украины стал для многих из нас олицетворением смерти и крови. Виновники есть. И власть олигархов. В рамках проведения антитеррористических мер закрытое пророссийское движение «Исход». Во время обыска из помещения изъяли антиукраинскую агитационную литературу, а также флаги так называемой Харьковской народной республики и самопровозглашённой ДНР. «Господину Новикову ещё двоим задержанным на сегодняшний день предъявлено подозрение соответствующее. Это подозрение будет публичным в ближайшие часы. К сожалению и большому счастью для сепаратистов, это не последний арест». Почти две с половиной тысячи милиционеров, среди которых и нацгвардейцы на бронемашинах. Правоохранители усилили режим охраны региона. Патрулирующие будут нести службу до особого распоряжения главы МВД. Правоохранители просят харьковчан носить документы, удостоверяющие личность, а к проверкам на улице отнестись с пониманием. Вместе с тем, за информацию, которая поможет раскрыть теракт возле московского суда, губернатор области объявил вознаграждение – полмиллиона гривен.